Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, ваш текст. Вы пишите, когда была беременна на пятом месяце, муж ушел жить к другой. Вы пишите это с знакомым слева восклицания, ну, как бы, делайте упор на то, что это произошло, на то, что вам подобное очень неприятное, вот. И, в общем-то, вас можно понять, это действительно очень неприятно, что муж ушел к другой, когда, когда вы были на пятом месяце беременности, вот, это так. Но, вопрос заключается несколько в другом, да? Почему человек ушел? Почему человек ушел жить к другой? Какие были у него на этой причине? Какие были основания? Его что-то не устраивало? Возможно. Что-то ему не нравилось? Возможно. а вы? Вы делали что-то для того, чтобы Ну, что-то человек, чтобы человеку было хорошо. Вы делали что-то для того, чтобы человеку было нормально? Вы делали что-то для того, чтобы человек получал то, что ему нужно. Один из ключевых аспектов данной ситуации заключается именно в этом. Если мужчина уходит в другой жизнь, значит в другой он видит то, что не даете ему вы. Ну так вот, значит сперва нужно понять, что именно он от вас не получал, чего именно ему не хватало. От вас. И уже потому, после этого можно будет о чем-то говорить. Да? Конечно, мужчина поступил не очень хорошо. Конечно, мужчина поступил, скажем так, наиболее легким для себя путем. Это так. Это так. Но, если вы его любите, если вы хотите, чтобы отношения между вами не закончились, то в таком случае нужно над отношениями работать. И, естественно, вы можете высказать человеку свое неодобрение, неудовольствие, свое отношение к тому, что он сделал со стороны себя. Да. Стоит сказать мне, что одно и дорогой, мне очень больно, что ты ушел. Мне очень больно, что ты ушел здесь к другой. Так, что мы с тобой, ну грубо говоря, да, даже не попробовали что-то поменять. Не попробовали что-то изменить, не попробовали что-то подкорректировать, вот. То есть, ну скажи, вот ты скажи, почему ты, да, почему ты не посвятил меня в это? Почему ты просто взял и учил? Вот. Знаете? Скажешь, что ли? Вот это вот вариант. Понять, разобраться, вот. Исследовать, исследовать, почему человек так себя повел, вот, да? Теперь просто вы можете сделать. А не просто обвинять его, что он вот такой нехороший, да, что он вот такой плохой, что он вот так поступил сразу и так далее. Далее выпишется там. Потом вернулся, и я простила. Опять же, я, конечно, не знаю, да, вот. То есть, ну, я не знаю, как у вас отношения складываются с мужчиной вашим. Какой у вас, какой тип у вас отношений, я, безусловно, не знаю. Но я могу сказать, что такие вещи не то, чтобы, не то, чтобы нельзя прощать. И не то, чтобы не надо прощать такие вещи. Нет, такие вещи, может быть, и нужно прощать. Но прощение само по себе, ну, ничего не значит. Гораздо более важно выработка решений. То есть, ну, вы просили и всё, а что изменилось? Вы подкорректировали своё поведение? Вы изменили что-то в себе? Вы изменили что-то в своём поведении по отношению к мужчине. Если вы ничего не изменили, то смысл. Смысл тогда, смысл тогда вашему, точнее, смысл тогда в том, что вы, то есть, вы, значит, просили его, какой в этом смысл? Ну, вы его просили, а не удовлетворённо, что она осталась. И что? Поэтому здесь вот такая история, да, история о том, что вы его простили, ну, выглядит несколько странно, я бы сказал. То есть, то, что вы его простили, вы, знаете, можно простить, там, не знаю, удар рукой, да, вот случайно, мужчина. Задел вас, да, вот можно простить. Но, извините, такие вещи, какие вот у вас, да, не то чтобы, ещё раз повторю, не то чтобы не прощать. Вот такие вещи серьёзно, они пребывают серьёзно в отношении. У меня нет ощущения, что вы, да, у меня нет ощущения, что вы как-то, ну, серьёзно отнеслись к этой ситуации. У меня нет ощущения, что вы восприняли это как, ну, как, знаете, как такую системную, системную проблему, да, системную проблему, системную проблему ваших отношений. Вот. Вот. У меня нет такого ощущения, что вы восприняли это так. А, а зря, это нужно, это именно так нужно воспринять. Поэтому нет никакого толка от того, что вы человека, значит, простили. Прощение без выработки какого-то решения не значит абсолютно ровным счётом ничего. Вот. К сожалению. К сожалению. Дальше. Когда я родила, он спустя месяц опять к ней ездил. И через пять месяцев я это узнала, и та женщина сказала, что ждёт ребёнка. Хорошо. 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 Юлия, это означает, что ваш мужчина продолжил видеться с этой женщиной. Вот. Да? Да? Вот. Он продолжил с ней, значит, ну, как-то взаимодействовать. И у меня к вам вопрос. Да? Да? Я к вам вопрос. Ваша реакция, она все это какая была? Вот именно ваша реакция. Вы увидели, что он сделал, да? Что его связь, ну, его связь сохранилась с этой женщиной. Вот. И что вы сделали? Что мы сделали? Вот мне почему-то кажется, да, что он ничего. А почему, почему ничего? Вот вы говорите, он ещё, он ушёл к ней, но через месяц вернулся и не расписал. И Юля, вот вопрос, да, к вам вопрос, вот именно к вам вопрос. Вот вы, как, ну, как у вас дела с вашей самооценкой, скажем так? Только честно. Вот. То есть такое ощущение, да, что от вас, вы знаете, вообще ничего, ничего не зависит. Вот от вас. Вот такое у меня ощущение, что вы вообще никак не участвуете в том, что происходит. Мужчина такое впечатление, что гуляет вот, знаете, сам по себе, да, вот просто гуляет там, как хочет. А вы его, может, сидите, да, и ждёте. Только. Ну вот. И всё. Ну и разве это позиция взрослого человека? Нет. Нет. Это позиция жертвы, с которой вы, вот, к сожалению, и являетесь в данном случае. Вы в данном случае жертва. Вот. Вот. И мужчина воспринимает вас именно так, как жертву. А почему? Потому что вы себя так поставили. Да? Вот. Если бы вы себя любили, если бы вы себя любили, ну, скажем так, да, чуть больше может быть, то я уверен, что вы бы не приняли его предложение. Расписаться. Тем более расписаться. Тем более расписаться. Да, то что это не свадьба. Вот. Тем более вы знаете, что у него, там, есть ребёнок. Да? Вот. Но вас это все почему-то не останавливает. Значит, здесь у вас есть какие-то ваши цели. Вот. Вот. Я хочу понять. Я хочу понять. Что это за цели. Вот. У вас. Вот. Вот. Конкретно у вас какие цели. Конкретно вы чего хотите. Дальше. Сейчас живём. Она родила. Он ездил один раз и смотрел на ребёнка. Знак. Опять восклицание. В итоге вроде сейчас обещает мне нормальную жизнь и что с ней он не собирается общаться и не ходит туда. Ну. Хорошо. Хорошо. Мужчина обещает вам нормальную жизнь. Пусть так. А что вы сами себе обещаете? Сейчас подсчитаю. То есть почему мужчина обещает вам нормальную жизнь, а не вы сами отвечаете за свою жизнь? Почему вы зависите от мужчины? Из-за ребёнка? Нет. Я не поверю, что дело об ребёнка. Вы понимаете, что здесь вы не выступаете практически как самостоятельный партнёр. В отношениях с мужчиной. По крайней мере. Нет. Вас это может быть устраивает. Может быть вас устраивает, что вы не выступаете как самостоятельный партнёр с мужчиной. Но тогда вам нужно быть готовы и к тому, что человек станет вас, ну, может быть, не игнорировать, да? Может быть, не... Как бы... Он вас, может быть, не разлюбит, но он, по крайней мере, перестанет, скорее всего, с вами считаться. Вот. Вот. Что, опять же, я не думаю, я не думаю, что это то, чего вы хотите для себя. Я не думаю, что это то, что вам нужно. Вот. Снимать. Ская история. То есть, здесь, вот, ещё раз повторю, да, нужна ваша позиция. Так, я постоянно думаю, что он врёт. Вы пишите о том, что вы ему не доверяете. И надо сказать, что недоверие в данной ситуации, оно, в общем-то и целом, в общем и целом, да, вполне адекватно. Но, ну, объективно, объективно, сложно верить человеку-качихайку, да, который, вот, как себя повёл. Ну, ладно, ну, сложно верить, я думаю, вы понимаете, сложно и практически невозможно. Вот. Но, опять же, опять же, опять же, опять же, если вы решились, если вы решились, да, решились надолго, чтобы с ним всё равно быть всё-таки, что нужно отвечать за свои слова. Нужно отвечать за свои действия. Вот. Нужно отвечать за то, что вы делаете. То есть, если вы согласились с ним, будьте с ним, то есть, вы либо доверяете ему, либо нет. Да, вот такая история. Третьего не дано. Вы сомневаетесь, значит, вы не уверены в себе. Если вы не уверены в себе, да, потому что, ну, вы боитесь, что эта ситуация случится, да, что эта ситуация произойдёт. Вот. Что ответит тебе на вопрос, чего вы боитесь? Тогда. В каком случае. Чего вы боитесь? Чего, чего вы опасаетесь? Подумайте, и я полагаю, что многие вещи вам будут понятны. Вот. Дальше. Я устал об этом, он устал от придирика, я устал об этом думать. Ну, опять же, здесь вы усталяете себя в качестве жертвы. То есть, вы сначала соглашаетесь с мужчиной, вы сначала принимаете мужчину, а потом вы устаете об этом думать. Так вы определитесь, вы либо его принимаете таким, какой он есть, да, либо нет. Если вы об этом постоянно думаете, значит, для вас это имеет, ну, какое-то явно большее значение. Для вас это имеет какое-то большее значение. Давайте ответим на вопрос, какое значение это для вас имеет конкретно. Вот конкретно, какое значение для вас это имеет. Вот. И подумаем, что, что такого для вас страшного. Страшного. В этой, в этой, в этой ситуации, в этой истории и так далее. Вот. Потому что, если вы думаете, думаете, значит, значит, на этом завязаны ваши мысли. В теории может быть даже такая история, что это может быть навязчивыми мыслями. В данном случае. То есть, это могут быть, на самом деле, да, это могут быть навязчивые мысли у вас. И если это навязчивые мысли, то за этими мыслями что-то стоит. Да, то есть, я не говорю обязательно, что вы хотите, чтобы человек вам как-то вот обязательно изменял, да, или ходил к другой женщине. Нет. Я этого никогда не говорю. Вот. Но что-то за этим скрывается. Может быть, вы хотите доказать себе, что вы недостойны, например. Ну, просто вот, что я недостойна, да, что я не могу быть счастливой там, например, ну, например, да. Вот. И ваши мысли, они подтверждают эту позицию. Вот. То есть, вы ищите, вы его подозреваете, вы пытаетесь найти. Почему, ну, пытаетесь найти доказательства, да, того, что он, там, пересекался с этой женщиной. Ну, вот. Ничего. Зачем? Зачем? Зачем вы ищете доказательства этого, да? Вот с какой целью-то подумайте об этом. У этого тоже есть, я уверен, своя причина. То есть еще раз, еще раз, навязчивые мысли, значит, всегда имеют под собой основание. За ними всегда что-то стоит. Вы пишите, что я стал об этом думать. Хорошо. Если вы стали об этом думать, то вы можете об этом просто не думать. То есть человек, у которого, значит, значит, ну, человек, у которого, нет контроля за своими мыслями, да? Вот. Ага. Этот человек, у которого навязчивый мысль. И, соответственно, тут уже вот вопрос к вам. Заметили, да, разница не в мышине, а к вам? Дальше. Каждый я его в шаг контролирую, стоит тут безопасность. Вы стремитесь к безопасности. Вы стремитесь к безопасности, вот, через каждый контроль. Потому что на самом деле, все это не нужно было бы, если бы вы обеспечивали сами себе свои безопасности. Как обеспечивать? Через личные границы, через правила, ну, ваши собственные правила. Что есть? Что значит правило? Правило очень просто. Что и как я делаю в той или иной ситуации? Все. Вот. Но у вас этого нет. И именно поэтому вы нуждаетесь в том, чтобы контролировать другого человека. Вот. Да? К сожалению, это так. любой, кто контролирует другого, любой, любой человек, кто контролирует других, заботится о безопасности. О безопасности, в первую очередь, о своей. То есть это его безопасность. Вы о своей безопасности думаете, контролируя человека. Но делаете ли вы безопаснее себя? Делаете ли вы более безопасной свою жизнь? Нет? Почему не делаете? А потому что для того, чтобы быть в безопасности, в таком случае, нужен полный контроль. Нужен тотальный контроль. А тотального контроля быть не может. Просто потому что это связано с другим человеком. Да? Понятую. Пока есть другой человек, да, контроль всегда будет под угрозой. Вот. Что, в общем, ну, в общем, наверное, очевидно. Вот. Я надеюсь, что вы, вот этот аспект, для себя увидите. Вам нужно поработать над правилами. Собственные жизненные правила. Которые, которые могли бы помочь вам не чувствовать себя в опасности. Каждый раз, прям вот, каждый раз, когда у вас есть, ну, какая-то история, да, какая-то ситуация, какие-то трудности, трудности и так далее. Ваша собственная безопасность, это только ваша ответственность. Понятно, что вы сейчас себя не чувствуете в безопасности. Это понятно. Но по какой-то причине, по какой-то причине, вы же приняли мужчину, вы говорите, что, ну, что простили его, вы говорите. А зачем тогда, зачем тогда вы его, извините, прощали, если, ну, вы не уверены, ну, вот, если вы теперь его контролируете. Значит, все это было сделано для чего? Все это было сделано для себя. Значит, вы хотели все это сделать для себя. Чтобы получить что-то для себя. Возможно, вам нужно замужество, возможно, вы боитесь, что не справитесь с ребенком, вот. Возможно, есть какая-то еще другая история, о которой вы здесь не пишете. Но, тем не менее, тем не менее, будет лучше, если вы это выявите. Выделите, и с этим уже можно будет работать. Так, мне снятся сны, что он опять меня бросил. То есть, это сон, да, кошмал, это сон кошмал. Ну, то есть, очевидно, да, что это не самое приятное сновидение. Очевидно. Значит, если вам снятся такого рода сны, значит, вы хотите, чтобы он вас бросил. Почему? Потому что для вас, скорее всего, это будет, ну, что-то означать. Для вас это будет, скорее всего, что-то означать. Вот. Что именно будет значить? Что именно для вас это будет значить? Я, конечно, не могу сказать. Потому что, не знаю. Потому что, не знаю. Вот. Но, я думаю, я думаю, совершенно очевидно, что до этим кроется какое-то ваше желание. Так что, давайте, опять же, здесь нужно, как следует, разобраться. Только разобраться здесь нужно спокойно и не торопясь. Что произошло? Как произошло? Да? Что вы чувствуете? Например? Да? Что вы чувствуете? что вы чувствуете? Ну, вот, конкретно. Почему-то, почему-то вам снятся сны. Чего вы боитесь? Опять же, за страхом, за страхом, практически любым страхом. Стоять желания. Наши. И, мистические представления. Мистические представления о том, что, если что-то произойдет, нам обязательно будет плохо. Хотя, это в действительности, конечно же, далеко не всегда так. То есть, вы уверены, что жизнь, например, без мужчины, вот именно без мужчины, была бы лучше, вот, наоборот, жизнь с мужчиной, сейчас, на данный момент, лучше той жизни, которую, в которой бы вы могли жить, если бы были одна. Вот мне почему-то кажется, что, нет, мне почему-то кажется, что вы, что вы сами понимаете прекрасно, вот, сами понимаете прекрасно, что так жить, как вы живете сейчас нельзя. Потому что у вас ребенок, да, то есть, как бы, ребенок все это чувствует, ребенок все это ощущает на себе, да, ему тяжело, вот. Ну, и зачем, зачем вы это делаете. То есть, думаете ли вы до сих пор о ребенке? Вот, вот, что мне надо, что-то. Ну, и почему-то, опять, опять же, кажется, что нет. Дальше. Так, эм, я понимаю, что не надо было тогда прощать, но время не вернуть. Смотрите, ну, вы здесь относитесь к прощению, как к чему-то необратимому. Ну, это странная позиция, скажи вот честно. То есть, вы как простили человека, да, вы его как простили, вы можете так, в принципе, его и перестать прощать, если, ну, просто можете сказать ему, что, извини, я вот не смогла тебя простить и все. Как бы. И это нормально. Или, извини, но давай, там, обратимся, например, к специалисту, да, к психологу, допустим, за помощь. Чтобы он нам помог. Потому что я не могу уже. Вот и все. То есть, прощение, это не что-то такое, что, вот, вы один раз даете и все. Вот. Вот. Важно иметь силы. Пригнаться себе в этом. Имеет силы признаться, что... Много новостей, что вы не можете опустить им сюда, тащить дальше. Вот. А вы, вы и не туда, и не все, не сюда. Вот. Поэтому ничего и не получается. А не получается. Дальше. Он очень любит наши дочки, я не хочу, чтобы та женщина как-то потом влезла, а я уверен, что она будет лезть. Вы поймите. Может быть, она будет лезть, может, она не будет лезть. Дело здесь не в этом. Дело в том, какая у вас атмосфера в семье. Дело в том, как вы выстраиваете отношения в своей семье. Вот в чем дело. А что она будет делать, эта женщина, это уже не важно. Почему вы думаете о ней? Почему вы думаете о ней? Но не думаете о себе, не думаете о мужа, да? Ведь это муж ушел к ней, а не она. Вот. Так почему вы не пытаетесь подкастировать свое поведение так, чтобы мужчина не захотел уходить? От вас. В чем здесь сложность для вас? Дальше. Она знала, что я беременный и стала с ним общаться. Ну и что? Это, опять же, к вам отношения не имеет. То есть вы, то, что вы сейчас делаете, да, это, к вам вообще никакого отношения не имеет. То, что она там, она там, она и так далее. Ну, абсолютно. 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 К вам это отношения никакого не имеет. Поэтому я думаю, что вам нужно перестать, значит, обращать внимание на нее, да, и больше концентрироваться на себе. Не она проблема для вас, а вы, ваши отношения к себе, вот, ваши отношения к себе и ваш муж, собственно говоря. Вот это проблема. Это действительно настоящая проблема. Такая серьезная проблема. Вот. А, она, 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 это не проблема. Вот. И я не шучу сейчас. Я говорю абсолютно серьезно. Вот. То есть хочу, чтобы вы для себя это учитывали, вот. Дальше. Так, я сделал два бота недавно, потому что боялся. Недавно это когда, опять же, недавно это когда, боялась, да, боялась чего, чего вы боялись, чего вы боялись, почему вы боялись. То есть аборты, это, это выбор исключительно, исключительно полностью и целиком ваш, вот, но, опять же, страх, то есть почему вы, вот, делали аборт, это, на мой, на мой взгляд, очень, очень важно понять. То есть страх, как я уже сказал, да, он может быть именно из-за неуверенности в себе, вот, страх может быть того, что вы, там, ну, всем-то, всем-то сомневаетесь, что-то и все, такое, ого, вот. То есть тут, тут, ну, тут, надо, например, опять же, как это относится, да, к ребенку, ваше. Как, которого, которого вы, ну, условно говоря, родились сейчас, сейчас. Что-то, я вот, честно, да, я, ну, я не очень понял, как относится к ребенку вашему, вот, которого вы родили, сейчас, именно сейчас, сейчас. То есть, тогда вы, ага, не боялись, а, кхм, сейчас вы боитесь. Так, что ли, получается? Как-то, как-то это странно, немного, не находите? Вот. То есть, что изменилось? Получается, что это стало по-другому, по-другому, но что? Дальше. Дальше. Я устал, я хочу стереть память свою, это не поможет, что он постоянно работает, что мы купили квартиру, мне помогают родные, он устал, хочет приходить, чтобы я ласковая была, я пилю-пилю, все, мне надо работать над собой. Работать над собой, больше внимания выделять себе, и обязательно, как следует, разобрать вот эти вот аспекты, которые я вам озвучил. Вот. Без этих аспектов, вы не сможете, без этих аспектов, вы не сможете ничего разрешить. Разрешите, вы пишите, да, что, а я пилю-пилю, опять же, так, как будто это вот от вас, да, вообще не зависит. То есть есть вы, а есть вот ваше пиление, сейчас скажем так, вот. Ну и кому от этого хорошо. Понимаете, да, о чем я говорю? На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. если у вас остались вопросы дополнительные, значит, вы можете задать мне их в личку, все вопросы, которые у вас появились или остались. А вот вам я рекомендую все-таки терапию. Самим рекомендую терапию, потому что, вот здесь совершенно очевидно, что без терапии вы не справитесь. Ну, сами вы вряд ли справитесь со всей этой историей, потому что это спорноидальные мысли, вот это все, само по себе это вряд ли пройдет. Вот так, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация все-таки разрешится. Я, кстати, готов проконсультировать вас с собой и вашего мысли тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...